Металлурги Пояснили, на этом месте быть уникальному прокатному стану. Здесь собираются делать рельсы для скоростной железной дороги. Такие производства только в Японии и Австрии есть. Начиная с 2012 года полностью обеспечивать потребность российских железных дорог в рельсах как для высокоскоростных магистралей, так и рельсов для низкотемпературной надежности. Своих проблем перед губернатором Столивары не скрывают. Их сегодня хватает. Из-за кризиса одну из доминов печей пришлось погасить. Но к весне обещают, чугун польется рекой. Печи даже обновить планируют. Платите на Саево-Кума, там все эти контракты действующие, они финансированы. И вы что, тоже проплатили там? Мы заплатили все авансы. Но пока продажи оптимизма не внушают. Сбыт упал на 20%. Металл сегодня отдают практически даром. Спрос на предприятиях Российской Федерации, на внутреннем рынке. На сегодняшний день подъема нет, а идет снижение. И мы предпринимаем меры для того, чтобы нашу продукцию отправить на экспорт, разместить на внешних рынках. Заказов мало, но народ не разгоняют. Обходятся непопулярным, но вынужденным урезанием заработка. Заработная плата в среднем по комбинату снизилась на 10%. А с 1 февраля уже будет предусмотрено в соответствии с трудовым кодексом сокращенная рабочая неделя. Рабочих просят затянуть пояса. Выйти из кризиса Мечел намерен с коллективом. Сумину такой подход, видимо, понравился. Губернатор пообещал за металлургов замолвить слово в Москве. Мы недавно рассматривали с участием уже нового полномочного представителя президента в Москве как раз ход реализации проекта «Урал-Полярный Урал-Промышленный». Там был Иконин Владимир Иванович. И мы об этом говорили. Безусловно, эта продукция в первую очередь потребуется и туда. Следующая остановка в Миасим. Потом Златоуст, Садка, Аша и Магнитогорск. В антикризисном графике Сумина десятки непростых предприятий. Субтитры создавал DimaTorzok